Познакомиться с протоколом судебного заседания, подавать на него замечания, обжаловать судебное постановление. Лиц, участвующий в деле, должны добросовестно пользоваться своим профессиональным правом. Права понятны? Да, уважаемый. До сведения лиц, участвующих в деле, доводится следующая информация. Судом удовлетворено ходатайство прокурора о вызове и допросе в судебном заседании и проведении его посредством системы видеоконференц-связи, в допросе свидетелей, а также специалиста Бушуевой, Гринковой, Захарова, Акимовой, Шаровой, Маркиной. Специалисты директоров. Входатайство у лиц, участвующих в деле, на данной стадии процесса имеется? Нет, даже сейчас имеется. На данной стадии процесса, уважаемый суд. Переходим к рассмотрению дела по существу. Докладывается дело. Прокурор Тверской области обратился в суд с заявлением о установлении факта, имеющего юридическое значение. В данном заявлении прокурор просит установить факт, имеющий юридическое значение, признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1944 годах, немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской и Неперской области в отношении не менее 64 651 советского гражданина, являвшихся представителем мирного населения и военно-пленными, проходящими военную службу в Красной армии вооруженных сил СССР, военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены, устали Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюциями Генеральной Ассамблеи Украины. В геннации домонациональных этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза, как частью плана заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного заселения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию с Днем Смы. Заявлены требования, мотивированные следующими обстоятельствами. В прокуратуре области изучены материалы прокурорской проверки, архивные материалы, содержащие сведения фактов злодеяния немецко-фашистских захватчиков во время оккупации Калининской в настоящее время в Тверской области в период Великой Отечественной войны. Материалы уголовного дела. В годы Великой Отечественной войны Калининская область одной из первых приняла на себя удар врага. С 5 июля 1941 года линия фронта проходила по территории региона. В июле и августе 1941 года немцы появились в западных районах области Бельском, Второпольском, Западнодвенском. В ходе контрнаступления Красной армии в декабре 1941-феврале 1942 года часть территории была очищена от врага. Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. В границах современной Тверской области оккупации были частично или полностью затронут 16 районов. Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Конаковский, Нелитовский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, Ржевский, Сележаровский, Старицкий, Торжовский и Тороповский районы. Срок оккупации составил примерно 36 месяцев. Руководителем 2-го следственного отдела Управления по расследованию преступлений связан с применением запрещенных средствами этого войны Главного средственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено Уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 357 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту геноцида немецко-факшистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированный период Великой Отечественной войны территория РСФСР в пределах современных границ Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что 10 февраля 1939 года в ходе подготовки и планирования войны с СССР рейс-канцлер Германии Адольф Гитлер в своем выступлении перед германскими военачальниками определил будущую войну за жизненное пространство на Востоке как чисто идеологическую войну, иными словами абсолютно национальную и расовую войну. А уже 31 июля 1942 года в своем выступлении перед представителями высшего военного командования заявив о необходимости ликвидации России в срок до весны 1941 года положил начало подготовки плана вторжения в Советский Союз. В период до декабря 1940 года по поручению Гитлера был разработан план ведения войны против Советского Союза под названием директива номер 1, номер 21, план Барбаросса, которая 18 декабря 1940 года была утверждена, подписана Гитлером и предусматривала окончание всех подготовительных мероприятий 15 мая 1941 года. 13 марта 1941 года был утвержден план организации управления захваченными военными территориями под названием «Инструкция в особых областях» в директиве номер 21. В период с марта по май 1941 года были подготовлены, согласованы, утверждены и доведены до сведения личного состава приказы и распоряжения о комиссарах, о применении военной подсудности в районе Барбаросса и об особых мероприятиях войск, о поведении войск в России и ряд иных документов, согласно которым уничтожение политработников комиссаров во фронтовой зоне должно было осуществляться германскими войсками в тыловой, а инзацгруппами, оперативными группами. Возбуждение преследования за действия совершенные военнослужащими и обслуживающими персоналом по отношению к враждебным и гражданским лицам не является обязательным даже в тех случаях, когда эти действия одновременно составляют воинское преступление или простых опыт. Предписывалось беспощадно и энергично бороться против большевистских, срекательств, сопротивляющихся саботажников, евреев и безоговорочно подавляют любое активное и пассивное сопротивление. В отношении населенных пунктов, в которых вооруженные силы подвергались коварному или трудательскому нападению, должны быть немедленно применены разбережением офицера, занимающего должность не ниже командира батальона, массовые насильственные меры, если обстоятельства не позволяют быстро определить конкретных минул. Тогда же, 23 мая 1941 года, экономический штаб Рост конкретизировал идеи экономического освоения оккупированных советских территорий. В разработанном стать секретарем Министерства продовольствия и сельского хозяйства Гербертом Баке и его помощниками в документе было запланировано, что германские войска блокируют поступление продовольствия из черноземных районов СССР в нечерноземные земли, весной зоны. Участь населения нечерноземных земель для нацистского руководства была очевидна. Удивение черноземных областей должно обеспечить для нас при любых обстоятельствах наличие более или менее значительных излишков в областях, как следствие прекращение снабжения всей лесной зоны, включая крупные индустриальные центры в Москву и Петербург. Несколько десятков миллионов человек на этой территории станут лишними и умрут, или будут вынуждены переселиться в Сибирь. Попытки спасти это население от голодной смерти путем отправки туда излишков из черноземной зоны могут быть осуществлены только за счет ухудшения снабжения Европы. Они могут подорвать возможность Германии продержаться в войне и ослабить блокадную прочность Германии и Европы. По данному вопросу должна быть абсолютная ясность. Оценивая избыточное население Советского Союза в количестве 20-30 миллионов человек, Стас секретарь Имперского министерства продовольств и сельского хозяйства БАКИ 10 июня 1941 года в ходе встречи с рейтс-курером СС Гиммлер проинформировал последнего о разработке плана Голода, после чего 12 июня 1941 года Гиммлер, выступая перед высшими начинами СС, заявил, что целью похода на Россию является сокращение числа славян на 30 миллионов человек. Таким образом, на стадии подготовки нападения на Советский Союз политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии были разработаны и доведены до исполнителя специально-директивные документы, санкционировавшие физическое уничтожение враждебных групп, рассматриваемых как защитники советского строя применения германскими войсками безнаказанного и избыточного насилия в отношении советских военнопленных и мирного населения, а также организацию массовой высмертности от голода военнопленных и мирного населения. Совершив акт агрессии без объявления войны 22 июня 1941 года, Германия в Союзе с другими странами ОСИ вторглась на советскую территорию, оккупировав по мере продвижения войск районы, города и иные населенные пункты различных регионов СССР, в том числе Калининской области. Семецко-фашистские захватчики, преследуя основную цель нацизма, создание расового чистого государства по признакам населенности представителями так называемой арийской расы, нарушение конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, организовали массовое уничтожение советских граждан чиновничными преступными способами. В уставе Нюрнбергского трибунала 8 августа 1945 года, осудившего нацизм преступления его сторонников, определен круг международных преступлений, в которых обвинялись руководители нацистской Германии. Международные правовые нормы об индивидуальной ответственности физических лиц за международные преступления не ограничены никакими сроками давности. Приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года преступления, совершенные нацистскими преступниками, объявлены преступлениями против мира и человечности. Осуществляя свои преступные планы, немецко-фашистские захватчики и их пособники приступили к систематическому разрушению городов и селок оккупированных районов Калининской области, уничтожению мирного населения, захваченных вверх военнослужащих Красной Армии, разграблению культурных ценностей граждан и коллективных хозяйств. Не считаясь, с какими законами человеческой морали, немецкие захватчики глумили состязали углевать вверх ни в чем не повинных граждан. Первые потери среди гражданского населения Калининской области появились в результате налетов немецкой авиации. Значительное количество жертв были жителями, не подвергшихся оккупации населенных пунктов. Расположенный на северо-востоке области Максайхинский район потерял 68 человек, находившийся вблизи передовой Лехославльский район 96 мирных граждан, Каменский район 48 человек, Беженский район 28 человек, в том числе два ученика средней школы номер один. Бомба попала в класс учениками. Спировский район 25 человек, Спировский район 24 человека. Составители акта Горицкой районной комиссии подчеркнули, что в день бомбардировки 22 октября 1941 года в селе Горица не было военных частей или складов. Предварительно летчик сделал круг низко над площадью, когда во время обеденного перерыва собрались жители, направлявшиеся за покупками. Он хорошо видел, что бомбы полетели в мирные граждане. От разрыва бомб было убито насмерть 24 человека, тяжело ранено 27 человек. Абсолютное большинство из них – женщины и дети. Согласно акту Торжокской городской комиссии, в октябре 1941 года немецко-фашистская авиация совершила массированный налет на город Торжок. Налеты на город продолжались до 11 ноября 1942 года. За этот период с чудовищной жестокостью и коварством фашистская авиация разрушала жилой фонд города, лечебное учреждение, учреждение культуры, просвещение, превращая город в пепел и развалин. Немецкая авиация развела на город 1810 вылетов, сбросив на него до 2200 тонн пугасных и зажигательных полков. От осколков бомб под развалинами домов погибло около 500 мирных граждан. В Вышневолочской городской комиссии установлено, что на город Вышневолочок было произведено 28 налетов, сопровождавшихся бомбардировку города, во время которых было сброшено до 15500 килограмм пугасных бомб разобличного количества. Причинен ущерб городскому хозяйству, промышленным предприятиям, культурно-бытовым учреждениям и учебным заведениям. Было убито 89 человек, в том числе 16 детей, ранено 227 мирных граждан. Из акта комиссии, составленного в городе Балагуя 4 февраля 1944 года, следует, что в результате действий вражеской авиации погибло 760 человек. К масштабным разрушениям во время военных действий подвергся областной центр в городе Калиния. Архивные документы содержат многочисленные факты зверств, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории города Ржево и Ржевского района. Из акта комиссии злодеяний немецко-фашистских захватчиков во время оккупации города Ржево, Ржевского района, 12 марта 1943 года, следует. До вторжения немецко-фашистских оккупантов в городе насчитывалось свыше 55 тысяч человек населения. На центральной площади, где ранее возвышался памятный кремль о немцах, установили виселицу. На ней были повешены десятки ни в чем не повинных граждан. Были дни, когда вешали по 7-8 человек. В день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в городе осталось население до 200 человек, измученных истязаниями и в Молдово. Многие были лишены трудоспособности, превращены в инвалидов. В городе нет ни одного строения, которое можно было бы использовать без капитальных затрат на восстановление. Из 5443 строений в городе сохранилось 495 возможных восстановлений. Остальные строения стоимостью 138 миллионов рублей были сожжены, разрушены, превращены в груду развалин. В Жирской городской комиссии установлено, что в трех домах по улице Воровского и Лесной обнаружены 24 трупа гражданского населения, зверски замученных и расстрелянных фашистскими палачами. Из них опознаны в доме 49 по улице Воровского, семья Садова. Александра Константиновна, пулевая рана в грудь и в голову. Грэда Сергеевна, 18 лет, зверски замучена. Зоя Сергеевна, 15 лет, кинжальная рана в левую лодку. Валентин Сергеевна, 16 лет, пулевая рана в правый глаз с выходом в левую висок. 7-месячный ребенок, мальчик, пулевое ранение в правый висок с выходом в левую. 8-месячный ребенок, красавина Никитская Грепина Константиновна, девушка, 25 лет, зверски изнасилована, после чего застрелянного в левую шею. В доме номер 43 по улице Воровского, Прокофьева и Фалия, 23 лет, красавина 30 лет, красавина Елизавета, 60 лет. Все они убиты гранатами, только усиленно безображены. По улице Лецная, в доме номер 4, найдены три трупа, мать Антонина, 35 лет, дочь Аня, 8 лет, и дочь Ефалия, 5-6 лет. Установить, чем были убиты, невозможно, ввиду их обезображенности. В доме номер 47 по улице Воровского обнаружено 12 трупов мужчин, женщин и детей. Из них мужчин три человека, детей пять человек, женщин четыре человека. Трупы сильно обезображены от заброса в окна гранаты. Показаниями граждан установлено, что они отказались уходить с немецкими захватчиками, так как недалеко находилась наша Красная Армия. У некоторых замученных были связаны веревками руки и ноги. Также зафиксированы факты повышения мирных граждан. Летом 1943 года фашистами были схвачены 12 человек мужчин за подозренных партизанских действий. Из них трое публично были повешены на Советской площади. Остальные были замучены. Ржевская городская комиссия установила, далеко по неполным данным фашистские изверги, около 10 тысяч жителей города Ржева, угнали на каторжные работы в Германии. С начала войны, по день его освобождения от немецко-фашистской оккупации, 3 марта 1943 года, погибло не менее 13 тысяч советских граждан. Из акта Ржевской районной комиссии по установлению расследования за деянием немецко-фашистских захватчиков на территории Ржевского района следует, что с 14 октября 1941 года по 3 марта 1943 года были разрушены и сожжены заводы, МТС, здания общественных учреждений, школы-больницы, нанесен огромный материальный ущерб населению района. На основании актов составленных представителями государственных учреждений колхозов по факту расследования злодеяний, показаний очевидцев и свидетелей установлено, что расположены на территории района Двального завода четыре машинно-тракторные станции с огромным количеством тракторов и другой сельскохозяйственной техники из Двестковой и Световодочной завода с 3 августа 1941 года подверглись не только бомбардировке сводов, но и артиллерийскому обстрелу. Пожарами, возникшими от снаряда по зажигательным бомбам, была уничтожена часть предприятия учреждений, а заняв район, немецкие оккупанты полностью превратили его в годы развалин. Немецко-фашистские захватчики разрушили и сожгли больницы, а на входившихся в них больных выгоняли на улицу либо сжигали вместе с больницами. Всего немцами сожжено разрушенное и приведено в негодность 12 больниц, 2 родильных дома, 10 медицинских пунктов, 2 дома отдыха со всем оборудованием и инструментом. Огромный ущерб нанесен колхозом. Всего, по учтенным данным, немцами сожжено и разрушено свыше 12 тысяч различных общественно-хозяйственных построек, разграблен и уничтожен весь русскохозяйственный моментарь, скот, семинар. За период оккупации района немецкие захватчики нанесли огромный ущерб проживающим районам. По уточненным данным, полностью сожжены и превращены в груду разваленной пепла деревни и даже полные сельские советы, в которых находилось от 8 до 15 населенных пунктов, деревень с количеством от 20 до 150 домов. Полностью уничтожены постройки восьми сельских советов, дотласы сожжены деревни в Юрятинском, Раменском, Антоновском и других сельских советах. Совершенно стертость лица земли 96 населенных пунктов. Ущерб, нанесенный фашистскими захватчиками промышленности, торговли, культурными учреждениями и организациям, колхозом Ржевского района, выражается в сумме 763 миллиона рублей. Кроме разрушений, немецко-фашистские захватчики и начинили для защитно-мирного населения зверского издевательства, применяли массовые расстрелы. В деревне Афанасово было расстреляно в один день 66 женщин, стариков и детей. Трупы расстрелянных через три недели после расстрела были свезены в деревню Мельцово и сожжены на костре. Всего в этом сельсовете за период оккупации было расстреляно 176 человек. В деревне Брехово за два месяца 1943 года, январь-февраль, умерло от голода 40 человек. В деревне Бурмасово Тростинского сельского совета умерло 500 человек. Из показаний Маркиной 2 марта 1945 года рождения установлено, что по рассказам родителей ей известно, что город отчим Павлов Павел Георгиевич 1927 года рождения являлся партизаном, помогал советским солдатам и мирному советскому населению. Зимой 1943 года Павлов пришел в деревню Горин-Коржевского района к матери. Указанная деревня была оккупирована немецкими солдатами, проживавшими в домах первого населения, в то время как последние были расселены подвалы и землянки. Одна из жительниц деревни, сотрудничавшая с фашистами, сообщила о ее приходе. Немецкие солдаты схватили Павлова, повели на улицу, где собрали мирное население деревни. На их глазах подростка раздели, избили, а затем расстреляли, сообщив, что каждого пособника советской армии ждет такое общество. Всю зиму 1943 года населению запрещали хоронить тело партизана, а матери прикасаться к ней. Всего за период оккупации Ржевского района немцами истреблено от мирных жителей, взрослых и детей 8779 человек. Из них расстреляны, сожжено и повешено. 796 человек. От бомбежек, вражеской авиации, обстрелов погибло 1274 человека. Умерло от голода из-за отсутствия медицинской помощи 6700 человек. Угдано в рабство в районе 3887 человек. Многочисленные документальные материалы свидетельствуют, что каждый шаг фашистской армии на территории Калининского района сопровождался зверскими истязаниями, насилиями, убийствами, грабежами, пожарами и разорением населения. Из акта районной комиссии по установлению расследований злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Калининского района следует. 18 декабря 1941 года, когда немецкие полчища вынуждены отступать от города Калинин на запах, разверевые фашисты учинили над мирными жителями Калининского и Емельяновского районов дикую расправу. Были согнаны свыше трех тысяч мирных граждан, женщины, дети и старики, и под конгоем направлены в деревню Максимовская, Калининский район, невдалеке от которой между деревнями Савина и Львова шло сражение, преследуя цель этой массе людей прикрыть от огня наступающей Красной армии немецкие войска и задержать ее наступление. Оставив толпу на поле, немецкие варвары учинили над ней расправу. У колхозников отбирали продукты, вещи, лошадей, у матерей, сыновей. В лес деревни Котово на середине поля немцы согнали колхозников с дороги в снег и открыли по ним огонь из автомата по пулемету. Обстрел продолжался 40 минут. Слыша 150 человек пало на Котовском поле. На каждом шагу были убитые женщины, лежали маленькие окоченелые трубки. Документально подтверждены зверства немецко-фашистских захватчиков в деревне Рубцова, Моркино-Городичневского сельского совета. В соответствии с акциям указанного сельского совета, 22 декабря 1941 года фашистские банды начали обстрелы в наши деревни. Не зная, где укрыться, большинство жителей пошло в лес, который находился метров 100 от деревни. Увидев, что по снежному стугробу были помощные дети, женщины и старики, фашисты начали стрелять. Всего фашистские палачи застрелили в нашей деревне 28 человек. И 11 человек тяжело ранен. Сожгли 32 жилых дома. 36 зернохранилищ, 9 риг, 18 сараев, скотные дворы, 2 конюшни. Выбросали гранатами и взорвали минами все колодцы. В Калининской районной комиссии установлено, что в селе Семеновском к неслыханным издевательствам и зверству подверглась жена красноармейца, мать троих детей, 25-летняя Ольга Тихонова, находившаяся в последней стадии беременности. Гитлеровцы связали ей руки с шпагатом, изнасиловали, затем перевязали горло. Из акта по установлению и расследованию злодеяний метрофашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам колхозом, общественным организациям и учреждениям Тургиновского района Калининской области следует. Период оккупации района с 13 октября по 23 декабря 1941 года. История всех времен не знала подобных издевательств, грабежа и насилий. Какие вершили немецко-фашистские захватчики, которые предавали мучительные смерти всех, кто немцам был не нужен, а тех, кто на них мог работать, как скот отправляли в рабство в Германию. При оккупации деревни Пестово и Линского сельского совета немецкие разбойники сожгли полностью деревню из 45 дворов, отобрали все продукты питания, оставили жителей без пищи и крови. В результате умерли 15 человек в возрасте от 68 лет до года. В период немецкой оккупации была зарезана немецким солдатом гражданка деревни Семцова-Трусова, пытавшаяся протестовать против грабежа немецких солдат. В той же деревне был расстрелян немецкими солдатами гражданин Павлов в 73 лет за то, что немцам понадобились его варенки. Всего таким образом по Тургиновскому району было замучено и расстреляно повешено 76 человек. За период оккупации немецкие разбойники сожгли полностью 30 деревень и частично свыше 100 населенных пунктов. Всего в районе сожжено 2412 домов с надборной инфраструктой, минус 62 процента, уничтожено 26 промышленных предприятий. 129 объектов госпредприятий местной промышленности, в том числе разрушены и уничтожены, но завод, промкомбинат с лесозаводом и кирпичным заводом. Особую ненависть немецкие стрелянники проявляли культурно-бытовым учреждениям района. Было уничтожено 27 школ, 2 больницы, 15 изчитали, 5 библиотек, разграблен дом соцкульптуры. Массовое уничтожение и злодеяние против мирного населения зафиксировано на территории Пеновского района. Согласно акту районной комиссии 28 декабря 1944 года, о злодеяниях, совершенных немецкими захватчиками в период временной оккупации Пеновского района, в период 10 октября 1941 года, по 22 января 1942 года, с первого дня захвата территории района немецкие захватчики приступили к систематическому пробежу и уничтожению народного хозяйства района. Ими полностью уничтожены все культурно-бытовые учреждения, местная лесная промышленность, разрушено сельское хозяйство. Было уничтожено, сожжено, разрушено 16 школ, 12 библиотек, изчитали, 2 больницы, крупный лесозавод, плодоягодный завод, районная типография, 23 служебных зданий и учреждений, 11 магазинов, 20 сападских помещений, 3 пекарни, 3 столовки, 1263 жилых дома, 81 скотный, двор колхоза. В районном центре поселка Пена сожжено, разрушен весь жилой фонд, коммунальное хозяйство, промышленные предприятия, культурно-бытовые учреждения. О том, как грабили и производили насилие над мирными гражданами района, рассказала житель деревни Заборья Заборского района, Рыжик и Василий Степанович. Немецкие солдаты и офицеры 14 октября 1941 года стали производить грабеж у гражданки Крыловой. Гражданка Крылова стала защищаться, но немцы продолжали забирать ее имущество. Тогда Крылова плюнула в глаза одному мелочи. После этого ее стали сильно бить, вывернув руки, поволокли по всей деревне в комендатуру, которая помещалась на горе. Комендант-мемец распорядился бросить Крылову под гору, а сам сплотил винтовку и тремя выстрелами убил под защитным женщинам. После зверского убийства к шее убитой привязали веревку и повесили ее под желудком бара. В течение двух суток никому не разрешали хоронить ее. После убийства Крыловой немцы забрали все ее имущество. В деревне Мишурка Слаутинского сельского совета немцы выгнали из домов всех жителей с малолетними детьми и под силой оружия прогнали их по полю, заминированным немцами. При этом погибло пять человек, из которых было детей. Из рассказа матери Володи Павлова Александра Федоровна о гибели и похоронах Володи при Зиме Голицыной трупы были осмотрены врачом Советской армии. Фамилию врача я не помню, прокурором Пеновского района Соколовым и судью Барсуковым. У моего Володи было сколото штыкальное лицо, грудь, раздроблен плечевой сустав, сломаны пальцы на руках. После наступления смерти были изрезаны ноги. В Зиме Голицыной была снята шерстяная юбка и шаль. Вся одежда на ней была изорвана в клочья. Одна груз была вбита внутрь грудной клетки, наружу торчали концы сломанных ребер, выбиты передние зубы. Весь живот был обожжен коленом железом или спичками, потому что в лохмотьях было найдено большое количество сушенных спичек. Полностью уничтожены пристанционные поселки Охваль, Саблаго, Селоксты, Большое и Малое, Маслово, Заречья, Городцы, Залесье, Петухи, Боброво, Сорокины, Камары, Поляки, Малое Луково и другие. Из ноты Народного комиссара иностранных дел Молотова 9 января 1942 года эсэсовки недалеко, незадолго до своего отступления под ударами Красной Армии с села Ксты Калининской области насильно собрали всех стариков, женщин и детей на окраине села и заставив матерей взять с собой детей. Самым зверским образом приступили к убийству одного ребенка за другим на глазах матерей. У крестьянки Гораева эсэсовец вырвал из рук двухлетнего сына и на ее глазах разбил ему голову от стола. У двух ее дочерей с 6 и 7 лет расстрелял. Такая же участь постигла многих других детей, после чего около 70 женщин и стариков были загнаны в сарай сожжены. Из акта заместителя председателя Пеновского исполкома райсовета депутатов трудящихся 2 января 1944 года следует. 9 января 1942 года при отступлении немецких частей из деревни Ксты были согнаны в два холодных сарая жители деревень Ксты, Пучинок, Гришина, Городище, Горконечавчина, Переповец, Загородичие, Городцы и поселок Пенов в количестве 75 человек, среди которых находилось много стариков, женщин и детей. Указанные граждане немцы заживо сожгли в сараях, облив таковой горючей жидкостью. Граждан, пытавшихся бежать из огня, немцы расстреливали из автомата. Таким образом, у других немцев погибло 75 человек мирных граждан. Оставшаяся в живых единственная женщина из деревни Ксты. Заявского сельского совета Галахова Мария Андреевна рассказывает, 9 января 1942 года в 10 часов утра к нам явилась группа немцев. Все население было собрано в одно помещение. Здесь были старики и дети. Всего было около 600 человек. Когда все собрались, прежде начали вызывать мужчин и подростков. Их отводили в сарай, откуда не возвращались. Потом начали вызывать женщин, обыскивать и ведут также в сарай. Потом очередь дошла и до меня. Обыскали и повели. Я никогда не думала, что меня расстреляют, но когда меня повели в сарай, все поняла. Я увидела груду трупов, поняла, в чем дело. Когда меня ранили в ухо, я упала. После меня расстреляли женщину с кровным ребенком убитую, посыпали каким-то порошком. Потом подожгли сарай, моя одежда тоже загорелась. Детей расстреляли в другом сарай. Когда я увидела, что у сарая никого нет, решила ползти и заметить пристрелить. Мне удалось доползти до леса и уйти. В числе погибших я потеряла мать, брата, сестру, ее сына, моих сыновей, 8 и 5 лет. 20 ноября 1941 года на хуторе «Красное покатище» в доме Купорова немецкими поколениями раскладчинали за чайниками. Немцы подвергли ее кубиками, зверски били, зверски издевались над ними. Но не получив нужных сведений о партизанах района, на ее глазах расстреляли ее подругу Купорова, затем мать Купорова и маленького ребенка. Расстреляв семью Купоровых, они сожгли хутор «Красное покатище». Лизу Чайкина привезли в поселок Пена и на другой день расстреляли. Труп Чайкины немцы не давали долгое время похоронения. За время оккупации Пеновского района немцами расстреляно 162 человека, повешено 5 человек, зажжено живьем 81 человек, угнано в немецкое рабство 21 человек, подорвано на минах и погибло от воздушных бомбардировок немецкой авиации 83 человека, угнано на каторгу 13 человек, всего уничтожено гражданами военно-пленной 250 человек. Массовые расстрелы и злодеяния против мирного населения зафиксированы и на территории Бельского района. Территория района и город Белый находились под оккупацией немецко-фашистских войск в период с 6 октября 1941 года по 10 марта 1943 года. Из актов ущерба Бельскому району следовательно, что за два года немецкая оккупация, город Белый почти полностью превратился в развалины. С особым ужесточением разрушались школы, больницы, культурно-просветительские учреждения районов. Из акта Бельской районной комиссии следовательно, в период нахождения немецко-фашистских войск на территории Бельского района и в городе Белом немецко-фашистские варвары по приказу своего командования организовали массовое истребление мирных жителей. Тогда, согласно составленным актам, насильно под угрозой расстрела увезли в Германию в качестве своих рабов 6902 человека. В числе увезенных многим жителям связывали руки, но их клали на машину, а кто не подчинялся, здесь же публично расстреливали. Немецко-фашистские людоеды даже были деревни вместе с мирными жителями. Они публично расстреляли в Пармарадке Седову Мария, 26 лет, ее сестру Ильяну, 25 лет, сестру Марину, 32 года, их детей Коля и Юра в возрасте от 2 до 4 лет и мать, Марию Захаревну, 65 лет. Их обвинили в том, что она была депутатом из полков. В городе Белом гитлеровские мерзавцы устроили виселицу. Десятки граждан были расстреляны. За время своего хозяйничения фашистские людоеды расстреляли по району 292 человека. Замучили голодной смертью и разными пытками 574 человека. Сожгли и взорвали 206 зданий. Немецко-фашистские захватчики целиком сожгли населенные пункты трех сельских советов, а население этих сельских советов увезено в Германию. Согласно акту, составленному Азаренковой Анной Марковной в деревне Турово собрали всех мужчин от 10 лет до самой старости. Вывели за деревню и всех расстреляли. В спасе всех мужчин немцев согнали в баню и подожгли. Женщин и детей пригнали в деревню Цицына, заперли в холодную избу. В осень в них не пили и ничего не кушали, и даже не упускали их. Дети кричали, женщины также кричали, потом их выпустили, отправили не евшие, не пившие, неизвестно куда. Это было 4 октября 1942 года. В соответствии с актом, составленным заведующей Раев Хивом, и учительницей подъяснилась в пешку. В деревне Турово было расстреляно 17 мужчин за то, что в этой деревне оказалась порванная связь, телефон. Женщины этой деревни были выгнаны за деревню, а мужчин расстреляли в деревню. Со слов Акимовой, 1931 года рождения, имеющий статус друженик тыла, в начало войны ее семья проживала в деревне Высокино Бельского района. В 1942 году на территорию Бельского района пришли немецкие фашистские захватчики, которые убивали всех подряд за любое непослушание, расстреливали. В длинный период отобрали у населения валенки, пупайки, заставляли на морозе ходить без одежды. Целые семьи погибали от голода. Они забирали все продукты, зерно, скотину, ничего не оставляли. Жилые дома фашисты сжигали. До смерти избивали неповинных людей. Сотни трудящихся погибли от бомбежки. В Старицком районе Калининской области сожжены и разрушены скотные дворы и конюшни, амбары, реги, фабрика, завод, предприятия и старые промысловые кооперации, жилые дома. Ущерб сельскому хозяйству, промышленности, культурно-просветительской сети, транспорту и связи района причинен в размере более 9 миллионов рублей. Поддерживает заявление прокурора области подлое в интересах Российской Федерации, в интересах неопределенного круга лиц об установлении факта геноцида в отношении народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Со своей стороны правительство Тверской области поясняет следующее. Признание факта военных преступлений, преступлений против человечности в отношении населения Советского Союза вытекает из исторического долга российского общества и государства перед участниками, ветеранами и жертвами Великой Отечественной войны. Данные положения закреплены в федеральном законе от 19 мая 1995 года номер 80 ФЗ об увлековечении памяти победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Указ президента от 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации наперед до 2024 года отводит особую роль вопросам укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народа в Российской Федерации. Концепция федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества на 19-24 годы утвержденное распоряжением правительства Российской Федерации номер 1637-Р определено, что одним из шагов на пути к укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народа в Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан, необходимым элементом которого является достойной вековечной памяти погибших при защите Отечества. При таких обстоятельствах в целях защиты национальных интересов Российской Федерации законных прав и интересов неопределенного круга лиц подлежит установление юридических фактов признания установленных и вновь выявленных военных преступлений, преступлений против человечества, геноцида, совершенных в период Великой Отечественной войны на территории Тверской области фашистскими захватчиками в отношении мирного населения Советского Союза. В рамках проекта «Бессрока давности» проводятся судебные процессы о признании геноцида преступлений нацистов и их пособников против советских граждан. На сегодняшний день данные процессы уже состоялись в 19 регионах Российской Федерации. Судебный процесс Тверской области по счету является 20-м на территории Российской Федерации. Калининская, ныне именуемая Тверская область, была частично оккупирована с октября 1941 по март 1943 года. Дата окончания временной оккупации связана с освобождением города Белого войсками Красной Армии 10 марта 1943 года. Всего в границах современной Тверской области оккупация была частично или полностью затронута 16 муниципалитетов. Территория Тверской области в годы Великой Отечественной войны стала одной из территорий геноцида, проводимого нацистами и их пособниками против мирных советских граждан. Совершенные ими преступления определяются именно как геноцид в силу конденсия о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, а также 357 статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Многочисленные факты преступления подтверждают архивные документы, выявленные и опубликованные в рамках проекта «Бессрока давности». Одержимые из зверской злобой к советскому народу, к русской культуре и населению немецко-фашистские войска разрушили все, что было создано жителями Калининской области за годы существования сел, деревень, поселков и городов. И все, что было создано советским народом на протяжении прошедших годов. В результате преступных действий фашистских захватчиков на местах цветущих и благоустроенных парков, просторных и чистых домов, передовых промышленных комплексов, зданий, строений и сооружений, организации учреждений образовались черные, выгоревшие до отла руины. С самых первых дней преступлений нацистов в Калининской области начались массовые казни местного населения. Известны случаи, когда прямо на глазах матерей, жен и дочерей, мальчиков, стариков мучили, прокалывали спины, разбивая головы, нанося на лицо ножевые раны, после чего расстреливали разрывными пулями. Во многих деревнях советских граждан публично расстреливали. Все зверства, творимые немецкими фашистскими захватчиками на территории Калининской области, представляли собой не отдельные акты агрессии войск противника, а определенную систему, выработанную высшим командованием вермахта с целью уничтожения всего советского народа путем осуществления жесточайшей расправы с мирным населением Советского Союза. Не считаясь ни с какими нормами морали, всеобщими правилами ведения войны, нацистские преступники глумились, издевались, истязали и убивали мирных, ни в чем не повинных советских граждан. Из тысячи подтверденных фактов осуществления немецкими фашистскими захватчиками зверх над мирным населением Советского Союза можно привести следующие примеры совершения нацистскими войсками преступлений против мира и человечности. Немецкие войска силой выдворяли из своих домов женщин и матерей для работы и угоняли их в другие районы Ржева. Многим удавалось спрятаться, но возникала необходимость в воде, в еде, и когда ни в чем не повинные женщины выходили за водой, фашистские звери расстреливали их на улице прямо на глазах детей. Ковалева Галина, ученица 4-го В-класса, стала свидетельницей ужасающих событий, происходивших во время оккупации Ржева. Она видела, как убили сразу нескольких женщин. Среди них была мама знакомого ей мальчика Вити. И когда Вити увидел, что его мама убита и лежит на улице, он заплакал, подбежал к маме, но не успел. Он упал на камни пустой улицы, убитый выстрелом немецкого преступника. Наряду с лагерями для военнопленных в зоне оккупации гитлеровцы устраивали лагеря для гражданских лиц. Например, лагерь деревни Брехово Ржевского района, куда согналили около тысячи жителей безлежащих деревень. К приходу советских войск от тифа и голода в лагере умерло 400 человек, а отступив павшие немцы угнали с собой оставшихся взрослых. Детей до 14 лет они заперли в амбаре. Мужчин, женщин и детей нацисты под угрозой оружия прогоняли через минные поля, в результате чего многие из них погибали. Чтобы замедлить наступление частей Красной Армии в Калининском районе 18 декабря 1941 года нацисты согнали большое количество мирных граждан в деревне Максимовское, вблизи которой развернулись бои. Этими людьми солдаты вермахта пытались прикреться как живым щитом, одновременно расстреливая безоружных женщин, детей, стариков. И такой случай был не единственным. Особенно беспощадно вели себя немецкие войска при отступлении, применяя тактику выжженной земли. В соответствии с приказом вермахта при отступлении все немецкие войсковые части являются ответственными за то, чтобы места расквартирования были полностью выжжены. Места расквартирования это не что иное, как дома мирных жителей, обреченных нацистами на холодную и голодную смерть. И в результате в ряде районов выжженными оказались целые территории целых сельсоветов. При выполнении приказов о массовых поджогах в некоторых населенных пунктах нацисты сгоняли жителей в какое-либо строение и с целью поджечь его вместе с людьми. Но в некоторых случаях не успевали осуществить задуманное. В деревне Никули на Сталицкого района оккупанты загнали в картофель хранилище около 150 колхозников, облили горючим и подожгли. Но, слава Богу, красноармейцы успели спасти людей. Согласно актам Каринской областной комиссии по установлению и расследованию деяния немецко-фашистских захватчиков в местах освобожденных от оккупантов всего на территории Тверской области, как это подтверждается материалами дела, в том числе в современных границах за время нацистской оккупации погибло 40 876 мирных граждан, в рабство угнано 23 775 человек. Память об этих событиях необходимо сохранить для всего общества и прежде всего для молодежи. Приведенные документально подтвержденные факты помогают противостоять фальсификации истории, развенчивают мифы о планах и действиях нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны. Преступления, которые зафиксированы в документах, наглядно доказывают сущность нацизма и необходимость недопущения такого проявления вновь. Спасибо. Спасибо. Прокурору вопрос. Скажите, пожалуйста, какие доказательства прокурор считает необходимым представительству и в каком порядке выкладываете необходимые исследования? Спасибо. Я хотел бы заявить ходатайство при общении к материалам дела объяснением свидетелей, ряда свидетелей, которые всего возраста не могут присутствовать очно на судебных процессиях и огласить их показания. Далее, полагаю, необходимо перейти к изучению доказательств из материалов дела опросом свидетелей и очевидцев, экспертов, в том числе посредством видеоконференц-связи. Если вы позволите, хотел бы огласить ряд прояснения. Уважаемый суд, как я уже сказал, ряд очевидцев, которые сегодня проживают, в том числе на территории области уже в преклонном возрасте и в силу состояния здоровья не могут участвовать в процессе и представлены объяснения, которые были получены в ходе прокурорской проверки при подготовке иска. Забъяснение Кравчука Вячеслава Евгеньевича, очевидца событий Великой Отечественной войны, которому в апреле текущего года исполнилось 86 лет, следует, что он родился в городе Жержеве и на момент начала войны в нем и находился. Зимой 1941 года немцы собирали пленных советских солдат, раздевали их, избивали, прямая речь, и вели вдоль реки Волги бараки, склады, которые в мирное время использовались для хранения хозяйственных вещей и зерна. Не были предназначены для проживания тем более зимой. В этих барахах и складах военнопленные умирали от голода, обморожения и холеры. На советской площади города Ржева стоял памятник Ленину, который протягивал руку вперед. Немцы для устрашения советского населения повесили на руке памятника Ленину одного из найденных партизан с табличкой на груди с немецкими словами. Опрошенная в ходе прокурорской проверки Смирнова Римма Ивановна, являющаяся очевидцем событий Великой Отечественной войны, 94 года ей пояснила, что родилась в деревне Деньгина Ржевского района, где и проживала с родителями в период оккупации. В 1941 году немцы приехали в деревню у населения, в том числе ее семьи, отбирали еду, ничего из пищи не оставляя, скотину, выселяли в подвале мирное население. Когда бабушка Веселова Мария отказалась отдать овцу, немцы поставили ее к стене и хотели расстрелять, однако сельский староста смог за нее заступиться. У Смирновой заболел в зубах, будучи маленькой девочкой, отчего она плакала и мешала немцам спать, из-за чего они ее хотели расстрелять, но мать ее спрятала. Из показаний Фирсовой Евгении Васильевны 33-го года рождения следует, что в деревне Малахова Джевского района мирное население расстелили по подвалам и амбарам, отняли теплую одежду и продукты. Есть там было нечего. Зимой 1942 года деревню Малахова освободили советские солдаты и в деревне организовали госпиталь. Когда немцы зимой 1942 года вновь заняли деревню, они расстреляли раненых советских солдат, мирное население, врачей, а здания в госпитале взорвали. Оставшиеся населения повели в деревню Бреха в Оржевском районе, где устроили концлагерь. Их расстелили в амбары, в которых зимой было тяжело жить, не кормили, больных не лечили, взрослое население сгоняли на работы, многие умирали от голода и истощения. Кроме того, письменные документы, имеющиеся в материалах дела, свидетельствуют о том, что немецко-фашистские захватчики в городе Калинине грабили, истязали и истребляли советских людей. После изгнания немцев из города были обнаружены трупы убитых и измученных советских граждан в подвалах, ямах и укрытиях. Так, уважаемый суд, я хотел бы обратить ваше внимание на справку начальника УНКВД по Калининской области, находящуюся в томе 5 на листе дела 67, в соответствии с которой 5 января 1942 года в Калинине во дворе дома 25 по Вольной улице в двух погребах, сгоревших в сарае были обнаружены слегка зарытые трупы 10 мужчин и 3 женщин. Найденные трупы были изуродованы до неузнаваемости. Женщины и часть мужчин были задушены. У всех трупов раздроблены нижние и верхние челюсти тупым предметом. У 5 человек выколоты глаза, на кожных покровах, грудных клеток у некоторых трупов имелись раны, нанесенные острым режущим предметом. У 4 мужчин руки были связаны электрическим проводом. В томе 5 на листе дела 69, 70 имеется акт комиссии, составленный по результатам осмотра местонахождения немецкого карательного отряда СС в деревне Громовка Ленинского района, из которого следует, что рядом со штабом в холодном амбаре с большим сквозными щелями немцы устроили камеру для задержанных, в которой содержались советские граждане из соседних деревень, подозреваемые в недовольстве к фашистской власти или состоящие в родстве с руководителями или активистами района. Проводимые на допрос граждане, независимо от возраста, подвергались ужасным пыткам и унижениям, после чего замученные отводились в раздетые и босые противотанковый ров, находящихся в 250 метрах от деревни Громовка, где после выкапывания для себя могилы расстреливались, а одежда убитых пригодной окноски делилась среди палачей. Осмотр выротых из рва 24 трупов замученных советских граждан подтвердил чудовищное зверство фашистских палачей. У граждан были переломлены костью рук или вовсе вывернуты в локтевых и плечевых суставах. Пальцы выломаны. У большинства женских трупов руки до локтей обожжены, а глаза выбиты. Из документа начальника ОНКВД по Калининской области о зверствах фашистов Калининской области том 5 лесдела 102 следует, что в ноябре 1941 года в деревне Бондаре Нелидовского района у одного из граждан была обнаружена винтовка. В связи с этим фашисты арестовали 8 мужчин этой деревни, заставили их лечь в снег, а затем облили их голову бензином и зажгли. После этого все 8 человек были расстреляны. После освобождения города Старица около здания, где располагался учебный пункт Раева инкомата, в яме были обнаружены 83 трупа зверски замущенных немцами красноармейцев и командиров Красной Армии. Многие из трупов были голые, у некоторых вырезаны губы, отрублены руки, завязаны глаза. Из специального сообщения начальника Медновского районного отделения УНКВД по Калининской области том 5 листы дела 147-148 следует, что высланное немцами мирное население из деревень Тутань, Тухень, Кумардино, женщины, дети и старики были расквартированы немцами по 10 семей в одном доме в деревне Степурино Емельяновского района. При отступлении 22-23 декабря 1941 года немцы зажгли деревню Степурино, где в огне погибло много детей и стариков, а оставшиеся населения расстреливали из пулемета. В Завидовской районной комиссии установлено том 3 лист дела 70-й, что в ноябре 1941 года в поселке Завидово у немцев пропала пачка папирос и этого оказалось достаточным, чтобы вломиться в дом гражданки Корягиной. Заподозрив кражи ребят, они заперли группу в 13 человек в холодное помещение и в течение нескольких дней подвергали пыткам и избиениям. Никакой пищи не давали, за исключением 150 грамм воды на всех. 30 ноября 1941 года пятерых из них посадили в кузов грузовой машины и увезли на расстрел. Троих мальчиков сбросили с автомашины, мчавшейся на полном ходу, а юноши консомольцев Колю, Корягиной и Женю Суровцева расстреляли. На телах измученных остались следы свинцовых перчаток, Коле выбили глаз, сорвали нос, разбили череп. В Калининской районной комиссии установлено тонн 3 или сделок 70-й, что в деревне Рубцова на Моркино-Городищенского сельского совета фашистские изверги сожгли трех грудных детей. 9-месячного ребенка гражданки Козловой, 7-месячного ребенка гражданки Цветковой и раненого 9-месячного ребенка гражданки Глуховой. При отступлении немцы сжигали целые населенные пункты, ломали в домах рамы и печи, уничтожали все нищеда мирное беззащитное население, которое оставалось без средств к существованию. Ваша честь благодарю за внимание. Обсуждается справка содержащая выводы комиссии по установлению фактов зверств немецко-фашистских захватчиков в частности на листе дела 72 имеется сведения Калининской городской комиссии. Установлено, что в период оккупации города немецко-фашистские захватчики в городе Калинин ограбили истязались и предвели советских людей. После изгнания немцев из города были обнажды на трубах убитых и замоченных советских граждан в подвалах ямок и укрытия. Так, во дворе дома номер 17 по улице Софьи Пировской 16 января 1942 года извлечены трупы зверские замышлены немецкими войсками 22 человек с руками связанными электропроводом или веревкой. У девяти трупов имеются сквозные огнестрельные ранения, головы, грудные клетки и живота. Лица из трубок обезображены выкладки глаза верхней нижней челюсти раздроблены в убитых пузырьбок. 27 апреля 1942 года в паралитарском районе в трех ямах обнаружены трупы 607 человек ладейских замученных оккупантов. Трупы были набросаны в ямах в хаотическом порядке без соблюдения элементарных правил захоронения. Черепа у 607 трубок размышлены, клубы убитых у 42 человек руки свяжены назад проводом, у 12 на 6 затянут петли. У двух женских трупов ротезарядок косылка, большинство трупов отсутствует оккупс. у 4 из дела 16 акт комиссии в составе начальника второго отделения опередила управления милицией и других должностных лиц. 17 января 1942 года комиссия провела осмотр 11 трубок из них две женщины находящихся в морге в сух больнице вырытых из оков расположенных во дворе дом номер 17 по улице Сотки-Робской при осмотре обнаружено 11 трубок со связанными сзади руками веревками электропровод по 10 трубок имеют сквозные огнестрельные ранения головы на прочих трубок сквозные ранения грудной клетки и живота на передней поверхности грудной клетки пяти трубок многочисленные полотые резанные раны лиц 13 трубок безображен до неузнаваемости глаза мягкие ткани лица размышлены верхней и нижней челюсти раздроблены зубы вылет из обнаруженных группов пять человек опознанных родственниками акт от 16 января 1942 года указан комиссии 14 января в городе Калинин в улице Софья Перовская доме номер 17 обнаружен окоп в рост длиной 20 25 метров в котором беспорядочно набросаны и зарытой землей трубы зверские убитых мужчин и женщин при раскопке окопа и извлечении трубок последних оказался 21 трубок из коих 19 трубок мужского пола два трубка женских все извлеченные из окопа трубы одеты в штатское платье и имеет множество различного вида телесных повреждений внесенных немецкими запачками при убийстве из извлеченных трубок один со связанными руками вперед акт от 27 апреля 1942 года комиссии осмотрена осмотрена трубок в количестве 67 человек из них 49 человек мужчин 18 женщин обнаружены зарыты в трех ямах на территории пролетарского района города Калинин зверски замучены германскими властями во время оккупации города Калинин осмотрим установку 67 трубок раздроблены черепами коробки мягкие ткани размышлены водой тезу 40 тегу руки связаны назад электропроводами веревками по 12 затянуты на шеях петли из красноармейских обмоток и полотенца вверх верхней платье у всех трубок запачканы кровью землей у большинства трубок отсутствует пол из числа обнаруженных трубок путем обнаружения документов удалось установить личности 15 человек в том 8 имеется акт комиссии составлен председателя исполкома комитета Калининского городского совета депутатов трудящихся профессора педагогического института главного врача больничного городка других должностных лиц в этом акте излагаются события следующие 14 октября 1941 года немецко-фашистские захватчики обладели городом оккупация была проведена германской армией под командованием генерал-полковника Штрауса в течение двух месяцев и двух дней до 16 декабря в городе хозяйничали немецкие оккупанты за это время были сожжены и разрушены фабрики заводы жилые дома здания общественных учреждений школы больных детских садов и слей погибли памятники старыми культурой и искусствами нанесен огромный материальный гуще к личному имуществу населения города разрушен городской железнодорожный вокзал транспорт взорваны мосты через голову и тьма многие улицы целые кварталы города превращены в угрозы пепла и развалий установлены разрушения промышленности разрушения коммунального хозяйства учреждений здравоохранения учебных заведений культурно-просветительских учреждений музея и памятника зафиксированы факты истребления граждан и ввод и по немецкой рабстве указано что грабежи населения города Калиниево свидетельствованы не только показаниями населения но и пленных немцев солдат 3-й роты 66-го пехотного полка 3-й пехотной дивизии Курт Венигер из Дербета сообщил командир им деления унтер-офицер Яков Ревной 18 ноября 1941 года когда были в Калинии указал нам разграбить квартиры и магазины и забрать все продовольствие все ценное он присвоил себе ограблены десятки тысяч семейств жителей города вместе с грабежами шло истребление мирных граждан после изгнания немцев из города были обнаружены трупы убитых и измученных советских граждан в подвалах ям и укрытиях 6 января 1942 года по улице Вольна дома 025 в Ковреге были найдены зверски истерзенные трупы 13 человек с разбитыми черепами выкреплены глазами на поверхности трупов имелись многочисленные раны нанесенные острым оружием челюсть трупов раздроблены руки связаны на спине электрокроводами шеи у женских трупов тубы затянуты полотенцем в цели удушения 27 апреля 1942 года в Пролитарском районе в трех ямах обнаружено трупов 67 человек владельские замучены немецкими оккупатами эти трупы были набросаны в ямах практически в порядке всего замученных изверских стержен и стерзан насчитывается по городу более 400 человек гражданского населения взрослых и детей поспешно отступая из города Калинин под ударной Красной Армией немецко-фашистские палачи увели из города в немецкое арабство значительное количество граждан заставили их работать в Тарице погорелое городище в Ржеве участие на подневойной работе граждан после освобождения этих городов Красной Армии вернулась в город Калинин при налете вражеской авиации от бомбежек и обстрелов во время пожаров в жилых домах зданий и сооружений а также от голода и отсутствия медицинской помощи в городе во время оккупации между немецко-фашистскими захватчиками погибло свыше 2000 человек медного населения города и в городе и правки на разрушение фазерства произведенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации города Калинин документ о всех речи на архивах ФСБ России Котверской области во время военных действий происходивших в городе Калинин и при своем отступлении немцы подвергли уничтожению почти все имеющиеся в городе предприятия и утверждения театры, музеи, картинные галереи творения великих муских зодчат сожжением и разрушением подверглись вагоно-строительный завод механический завод хлопчат бумажного трезвия швейная фабрика имени Голодарского Калининский резиноводшипниковый завод предельная фабрика имени Калинин Карская предельная фабрика имени Лакжанас Карская фабрика Кваритарга Сицелая фабрика Кожзавод Красный Октябрь ТЭЦ номер 1 ГЭС номер 2 ГЭС номер 3 Калининский Рос Блак-Хлеб Органы связи предприятия Горпромкомбинат Городской трамвай Мосты Водопровод и канализация Предприятия Овокромсовета Стали литейные машиностроительные заводы имени Петра Торговая сеть Общественное питание Загод зерно Банно-прачечное хозяйство Гостиница Жилищный фор В городе В городе В городе Калинине Немосове сожжено 3039 жилых домов Что составляет 55% Всех домов Калинин Пожаром уничтожено Целых кварталов За незначительным Исключением Сожжены все новые дома Представляющие В данное время Руины С пустыми Оформленными И дверными Отверстиями В стенах Отдельные дома Являвшиеся Украшением города Разрушены Представляют У себя Город развалин В городе Нет ни одной Центральной улицы На которой Не было Подреждено Дома И что особенно Характерно Повреждены И сожжены Наиболее Красивые Фундаментальные Здания Построенные В городе Присоветской власти На Ленинской площади Сожжены Все Многоэтажные Дома В том числе И здания Горкового Кабулы Площадь до войны Представлялась Об архитектурный Сад Созданный По замыслу Архитектора Казакова Стоимость Установления Всех Разрушенных Построенных Шлова Фонда В городе Калинина Общей Сложности Составляет Не менее 180 Миллионов Рублей Пострадал Травоохранения Школы В городе Калинина Было 49 Рублей Устроенных Школ В которых Обучалось 35 тысяч Учащихся За два месяца Пребывания Купантов В городе Сожжено Разрушено 15 школ Остальные Значительно Повреждены Стоимость Установительных Работ Выражается В сумме 15 миллионов Рублей Пострадали Библиотеки Убегавшие Отступавшие Немцы Сожгли И разрушены В две Областных Три района Четырепутных 12 школьников Четыре Поброс На библиотеке Уничтоженных Нехохранилищ 500 тысяч Томов Театры До Окупации В городе Калинина Функционировало Семь театров В числе Которых Входил Областной Драматический Театр Оставлявший Особенно Большую Ценность Здание Этого Театра В 1939 Готов Было Реконструировано И заново Оборудовано Богатейшим Сценическим Имуществом При отступлении Немцами сожжены И разрушены Областной Драматический Театр Театр Юного Зрителя Два Кинотеатра Филармония Которые Немцы Устроили Кальнюшню Приводится С факта Зверств Немецко-фашистских Захватчиков 5 января 1942 В Калинине В доме 25 Повольная Улица В двух погребах Изгоревших Сарай Были Обнаружены Трупы Десяти Мужчин Трех Женщин Зародованных Даня Законитая Неузнавая Стены 14 января 1942 Года В огороде Дом номер 17 По улице Софьи Перовской Обнаружена Яна В которой Продзарыв 21 Труп В том числе Женский Какие-либо Еще Документы Касающиеся Город Калинин Нет В общем Из акта Сидоровского Сельского Совета Старинского Района Следует Что два С половиной Месяца Хозяйничали Гитлеровские Разбойники На территории Сельского Совета Убийствами Издевательствами Было отмечено Приход В колхозе 8 марта Во время боя 26 декабря 1941 года Семья Самолетов В количестве 11 человек Находилась В укрытие Окопе Немецкий Солдат Завитилов Убросил К ним Две Гранаты От взрыва Гранат Погибло Семьи 8 человек В том числе Шестер детей В возрасте 13 до 2 лет Перед своим Отступлением Немцы Сожгли Деревну Ромашова отказала ставить печь и готовить самобед. Ромашова вместе с детьми ночевала в холодном помещении церкви, в результате заболела и умерла. В семье Сорокина Василия Андреевича в деревне Большое Волково с Тепуринского сельского совета немецкими солдатами в 12 ночи был выброшен на улицу трёхлетний сын Володец, потому что плохой он мешал спать немецким солдатам. 31 декабря 1941 года немецкие солдаты, отступая, зажгли деревню Большое Волково. В дом гражданки Бабакова и Татьяна пришёл немецкий солдат обрёл керосином пол и зажёг. На печи лежала престарелая мать Бабаковой 70 лет и внук Алексея 12 лет, раненая в ногу осколком снаряда. Самостоятельно выйти из дома они не смогли. Помощи оказать было некому, так как всё население деревни немецкими солдатами было сограно на берег реки, и всякий самая больно вошедшая в деревню без противопреждения расстреливался. Бабакова Анна и Алексей сгорели вместе с дома. 13-летний мальчик Шитов Николай решил убежать в горевший дом, чтобы вытащить что-нибудь из имущества, но замеченный поджигательной группой немцев был расстрелян из винтовки. Гражданину Суворову 45 лет в деревне Большой Волково пришла группа немецких солдат и предложила отвезти корову на бой, для убоя на мясо для немецкой армии. Суворов отказался, за что был брошен в огонь живой. Согласно акту от 27 декабря 1944 года районной комиссии Плошского района за период оккупации с 28 июля 1941 по 22 июля 1944 года фашисты полностью выжгли 15 населенных пунктов, разрушили и сожгли машину, тракторную станцию со всем тракторным парком, вооруженным материалами, крахмальный завод, предприятие промысловой артели, леспромхоз, электростанцию, больницу, 9 школ, 8 церквей, 1162 хозяйственные постройки, 724 жилых дома, разграбили и загубили сход птицу Пчелосиму. Всего причинен ущерб району на сумму 455 миллионов рублей. По прямому указанию германского правительства гитлеровские военные власти игрательные отряды проводили в районе кровавого террора насилия. Из показаний свидетелей Минаева Герасима Минаевича в октябре 1941 года граждане Васильева Татьяна и Гусева Антонина, жители села Подгороднее Торопинского района прибыли к родственникам в деревню Глазное, в деревню Дроздово, Красносельского и Сельского совета. Пробыв в одни сутки, они возвращались домой. На пути следования в местечке Подолина встретили немецкий карательный отряд, который заподозрив в том, что они с собой несли курт для партизана, арестовал в последних лет, доставил в штаб, где они подверглись допросам. Истязанием в течение суток содержались в холодном баре, после чего были расстреляны. Свидетель Ефимова Федосия Федоровна показала, 3 августа 1941 года немецкие войска заняли деревню Плоскоши. В первый же день немцы расставали ее мужа Ефимова, затем увели в штаб, где зверски извивали его за то, что он не мог им доставить из-за отсутствия пчел меда. Затем барбарские отрубили голову, вдруг выбросили на улицу. Из показаний свидетелей Ефимова и жителей деревни Тихомирова, Симановского сельского совета и убежавшие из лагеря военнопленных следует, что в феврале 1942 года немецко-фашистские палачи всех жителей деревни выгнали из домов, а деревни подожгли. Затем отбрали всю молодежь трудоспособного населения, в том числе ее с братом. Поместили в лагерь военнопленных, а детей и стариков угнали в Германии. Комиссии при авангардском сельском совете Зубцовского района установили, что 6 августа 1942 года немцы при отступлении сожгли деревню Локти, в том числе и верхнюю постройку каменным погребом, где сидели спасайся от снарядов 22 человека граждан в вышеуказанной деревне. В момент пожара немцы закрыли погреб с целью того, чтобы люди не могли выйти. Из погреба долго были слышны ужасные крики. Таким образом, в огне погибло 22 человека. В Богоревском районе Калининской области за время оккупации с 11 октября 1941 по 6 августа 1942 года умерло с голодом население 2418 человек. От болезни 239 человек, расстреляно 169. Сожжено живыми 30, замучено 22, повешено 19 человек. Сожжено 3736 жилых домов. 27 января 1942 года на территории совхоза Пахнова карательным отрядом Белофимов были зверски замучены и живым сожжены 24 советских гражданина. Ряд архивных документов содержит среднее о злодеяниях немецких захватчиков на территории Нелидовского, Высоковского, Осташковского, Недовского, Завидовского, Оленинского, Жарковского, Сереженковского, Луковниковского, Молодотурского, Дороговского районов. Из показаний Беляева следует, что со слов бабушки, Коротковой ему известно, что во время оккупации деревня Новая Оленинского района, узнав, что у Кудашкова брат бабушки, двое сыновей призваны в ряды Красной армии, немцы расстреляли брата, его жену и мать жены и сожгли их дом. Когда бабушка хотела их воронить, фашисты ее избили прикладом, ногами повредили позвоночник. Избитую заперли в блиндаже, где она просидела два дня без еды и воды. Восла бабушка и его мать, которая выкрыла фашисты ключ из блиндажа, и они вместе сбежали. Архивные документы содержат множество сведений об издевательствах над детьми, умышленных убийствах, в том числе малолетних детей. Из рассказов детей горда ржала о зверствах немецко-фашистских захватчиков, опубликованных Калининским обкомом ВКПБ в 1944 году. Была глубокая осень 1941 года. С нашу семью немцы выгнали из дома. Мы вынуждены были жить в ближайшем окопе. Однажды рано утром мою маму и других женщин погнали на работу. Строго ужасно замерзли, решили идти в свой дом, где были немцы, чтобы согреться на печи. Когда мы входили, в дом немцев не было. Потом заходит один немецкий кричит, чтобы мы освободили печку. Мы же с сестрой спрятались в угол, сидим, не думаем слезать. Тогда грандит схватил нас обеих за волосы, бросил прямо на пол. Не помню, как мы добрались до сурового и холодного окопа, только моя сестра вскоре умерла. Цветкова Валя, ученица 2-го класса. В комиссии при Певомайском сельском совете Зубцовского района установлено, что в январе 1942 года немецко-фашистскими захватчиками был арестован Бабурин Иван Михайлович, 1927 года рождения, ученик 6-го класса из деревни Сапцово, подозрение в похищении коробки конфеты. После жестоких издевательств три дня водили по деревне с веревкой на шее, сажали на раскаленную печь и жестокое белье. В воспоминаниях учительницы Антоновской школы Калининского района, Мылиновая, о зверствах немецко-фашистских захватчиков в деревне Борисово сообщается об издевательствах на детьми. Вблизи старицы они усилили зверственные детьми, собирали детей до 6 лет, кидали в колодец, обливали керосин и зажигали. Но один из колодцев оказался мелким, а фашисты бросили туда колхозного бука. Члены Луковниковской районной комиссии подтверждали, что никакого сострадания к детям или престарелым со стороны немцев не было. Примером является судьба 10-летнего Аркадия Шкаликова в деревне Хороша, которого фашисты били кулаками, ногами, прикладом, после чего затоптали в снег. Полумертвого ребенка родители пытались спасти, однако после полученных травм мальчик не прожил и полгода. Больными свидетелями жутких убыток довелось стать женщинам и детям деревни Требески Молодотовского района. Утром 7 ноября 1941 года по приказу немецкого офицера население вызвали на улицу и тут же отделили группу мальчиков и мужчин возрастом от 12 лет до глубокой старости. Прямо на глазах матерей, жены и дочерей их мучили, прокалывая спины, разбивая голову, нанося на лицо ножевые раны, после чего расстреляли на разрывные пульки. Одним из самых изощренных преступлений было уничтожение больных людей. И диалоги Третьего Рейха подразумевало, что данная категория граждан, категория лиц вообще не имеет права на жизнь. Массовому истреблению подверглись больные, содержащиеся в психиатрической больнице имени Литвиново, расположенной в Калининском районе. Пашюты расстреляли и закололи штыками прямо в палатах пациентов. Остальным делись мертельные дозы морфия, геронала и других наркотических средств. Некоторые препараты вводились повторно. Таким образом, было уничтожено более полутора тысяч человек из годового отчета до 1943 год клинической психиатрической больницы имени Литвиново. 16 ноября 1941 года утром больница была занята немцами. Часть больных была выпущена из больницы. Больных ходили в зимнюю одежду. Всего больных было выпущено около 300 человек. Из этого числа 90 было эвакуировано в лечебное хозяйство больницы Бреднево и Ожарова. Почти все эти больные там были немцами расстреляны. Больных превращали в мишени. И немцы практиковались на меткой стрельбы. Многие больные не хотели уходить из больницы, возвращались обратно. Остальная часть больниц, оставшихся в больнице в количестве около 600 человек, были отравлены к установленному сроку. Вначале отравление производилось наркотическим и нестотворным средством. А затем перешли к воздушной эмболии. Трое слабых больных были одним немцем приколоты штуком. Были случаи, когда больные вносились в морг с мнимой смертью и выходили из бессознательного состояния. Вставали, бродили по переполненному трупному моргу и обратно возвращались в больницу. Такие больные получали дополнительные яды и умирали. Кроме этого имели место случаи, когда не до конца отравленные больные заживо были похоронены. Освободившиеся помещения немцы занимали складами боеприпасов, строительные материалы на конечном неказарном. Из акта московского городского психиатра доктора Маловича, главного врача психиатрической больницы имени Каченко, доктора Тверитина, немецкие войска купировали территорию больницы 15 ноября 1941 года. К этому времени в больнице находилось 530 больных. В первый же день немецкие захватчики полностью разграбили продовольственные запасы больницы и тем самым обрекли больных на голодную смерть. Гитлеровцы приказали персоналу больницы освободить несколько больничных корпусов. Не дожидаясь, когда будет исполнено это распоряжение, бандиты оборвались в палаты и сбрасывали вслых больных, которые не в состоянии были двигаться сами. Многих больных немецкие варвары закололи штыками и расстреляли тут же в палатах. 80 больных, находившихся в этих корпусах, удалось доставить в зело Брегнево и разместить в зданиях подсобного хозяйства больницы. Однако на другой день сюда нагрянули немцы и все пристреляли. Затем гитлеровцы совершили новое чудовищное раздодеяние. В течение нескольких дней больные были отравлены и умерщвлены смертельными дозами наркотических средств. Из акта составленного членами совхоза Брегнева Казиновского района Калининской области о расстреле немецко-фашистскими захватчиками в этом совхозе. Во время оккупации немецко-фашистскими войсками совхоза Брегнева по распоряжению немецкого офицера были уничтожены путем расстрела слава больных в количестве 61 человека, находящихся в совхозе Брегнева. Из них около 20 женщин и остальных мужчин в возрасте от 25 до 56 лет. В декабре месяце 1941 года по приказу немецкого офицера по имени Август был вызван старший медицинский фельдшер отделения психиатрической лечебницы имени Литвинова при совхозе Брегнева Стукницкий, которому было предложено отравить больных. После отказа последнего немецкий офицер выслал группу солдат, которые расстреляли 61 человек из больных. На второй день среди расстрелянных немцами было обнаружено еще живое количество человеков, которые были добиты немецкими солдатами. Сохранились документы с отражением фактов групповых проявлений зверств в отношении представителей еврейской национальности. Зверства в отношении этих граждан зафиксированы на территории Торопецкого района. Местечко Ильино Ильинского района Смоленской области было местом проживания еврейского населения, которое было принудительно собрано на улицу Поролитарскую, где создана еврейская гетта и содержалось там изолированное по немецкой охране с сентября 1941 по 25 января 1942 года. В соответствии с архивной справкой Государственной архивной службы России 31 мая 1994 года в документах архива имеется акт из-за деяния немецко-пожильских оккупантов, составленных Ильинским сельсоветом Ильинского района Смоленского области 4 июня 1943 года, в котором говорится, что при занятии немцами на территории Малой Ильинского сельсовета Ильинского района в 1941 году в июле месяце начались гонения и издевательства над мирными гражданами, особенно издевались над евреями. В сентябре месяце все еврейское население было согнано в одну улицу, туда не имело права заходить русское население. 19 января собрали всех евреев, но ввиду недостатка количества человек они были оставлены до следующего дня, но под напором Красной Армии немецкие войска были вынуждены отступить, и их жизнь была спасена. Факт содержания оккупационными немецко-фашистскими властями гетто в Ильино в сентябре 1941 и январе 1942 года подтверждается также решением Совета представителей населения Ленинского сельского округа Западно-Длинского района 4 июля 1994 года, из которого следует, что в сентябре 1941 и январе 1942 в Ильинском районе села Ильино оккупационные власти содержали лагерь гетто, в котором находилось еврейское население, а в селах количества 20 человек. Гетто было создано на улице Пролетарская, охранялось солдатами и полицейскими, было изолировано от населения села. Сдержалось гетто в тяжелейших условиях, без снабжения пищи. Население гетто использовалось оккупантами на борке дорог в конюшни, место общественного пользования. 24 января 1942 года все население гетто было выведено на расстрел, который не состоялся ввиду подхода частей Красной Армии. Также в документах архивного фонда о зверствах немецко-фашистских захватчиков над мирным населением и создании местечка Ильино-гетто в гетто имеются воспоминания граждан, находившихся в оккупации в Малое Ильино. В этих воспоминаниях говорится о том, что всех евреев заставили нашить на одежду желтой шестиконечной звезды. Согнали на одну улицу, выставили охрану. Евреев собирались расстрелять, но не успели, так как Малое Ильино было освобождено Красной Армией. Из объяснений Картанковой полученные в ходе проверки следует, что ее свекровь Кузнецова Ханна Абрамова проживала в поселке Ильино. Жители еврейской национальности фашисты согнали в гетто, участок улицы Кролитарской поселка Ильино, огороженной глубоким рвом и обнесенной колючей проволокой. Евреев держали без еды. Зимой 1941-1942 гг. немцы повели всех узников на озеро Ильинское с целью утопить. Со свекровью было трое ее детей, четвертым она была беременна. Четырехлетний сын потерял сапожок и в одном сапоге стоял целый день на льду. Так как оккупанты не успели приготовить прорубь, казнь отложили на следующий день. Когда их дали назад, то русские жители, зная о казни, из толпы выхватывали детей и прятали от немцев. Всех ее трех детей жители спрятали. В эту ночь в поселок Ильино пришли советские войска, перебили немцев и их освободили. Оленинская районная комиссия установила с июня по октябрь 1942 года на территории района и преимущественно на территории поселка Оленино было пять лагерей военнопленных, в которых находились военнопленные и заподозренные в неблагонадежности мирные граждане. В лагерях был создан невносимый режим. Пленные использовались на тяжелых работах по устройству оборонительных сооружений, дотов, дзотов и блиндажей, получая в день 200 грамм хлеба из древесной муки и 250 грамм супа из картофельных очисток. Среди пленных, находящихся под открытым небом и получающих голодный паек, развивались болезни. В лагерях ежедневно умирало по 8-100 человек. В особенно плохих условиях содержались раненые военнопленные, которые не получали никакой медицинской помощи. Раненым пленным красноармейцам выдавалось день 200 грамм хлеба из древесной муки и пол-литра тухого супа. Ежедневно в лагере погибало свыше 10 человек. Тяжело раненые расстреливались. Всего погибло военнопленных красноармейцев не менее 4 тысяч человек. Погорельская районная комиссия установила следующее. О зверском обращении немцев с нашими военнопленными показывает свидетельница Маркина, Мария Максимовна из деревни Дорожаево, которая заявила, что немецкие солдаты приводили к ней в дом военнопленных красноармейцев и запирали их во дворе в холодном помещении. Среди них были раненые и обмороженные, которым не только не оказывали медицинской помощи, но и не кормили. По три человека водили на расстрел. За все время на ее глазах расстреляли 25 человек военнопленных красноармейцев. Свидетель Косолапов, назначенный правлением колхоза для извлечения и погребения бойцов и командиров Красной Армии в общую братскую могилу, рассказал, что при извлечении изъемных трупов в количестве 66 человек в близ деревни Марково у некоторых из бойцов были отрублены по локоть и плечи руки, лица исколоты кинжалами, головы проломлены и простреляны разрывными пулями. Из опознанных трупов был старший сержант Скерин Петр Степанович, у которых были вырезаны через Чиевушин. В Зубцовской районной комиссии установлено, что в период оккупации района германским карательным отрядом гестапо и войск СС на территории деревни Большой Карабино после долгих пыток и издевательств на глазах у мирного населения было расстреляно 56 человек русских военно-пленных командиров и красноармейцев. После освобождения города Старица Калининской области около здания Дирани помещался учебный пункт районкомата, были обнаружены в яме 83 трупа зверских, замученных немцами, красноармейцев и командиров Красной Армии. Многие из трупов были голубы, у некоторых вырезаны губы, отрублены руки и завязаны глаза. Наряду с лагерями для военнопленных в зоне оккупации гитлеровцы устраивали лагеря для гражданских лиц. За три месяца до собственного отступления фашисты устроили лагерь в деревне Брехово, Ржевского района, куда согнали около тысячи жителей близлежащих деревень. По несколько десятков человек набилось в избы сарае амбара. Получая в день всего 200 грамм хлеба, испеченного с березового отлива и паломник валанта, они обязаны были работать по 18 часов в сутки, рытьяков и траншеи, блендажи. Провинившихся избивали и сажали в холодное помещение, а замедлительность изможденных людей стягали плотками. От голода и антисанитарных условий умирало ежедневно 7-15 человек. К приходу советских войск у лагеря умерло более 400 человек. Отступавшие немцы угнали с собой оставшихся взрослых. Дети должны были промышлять себе пищу кто как может. А поскольку здесь были дети от 3 до 14 лет, то многие из них погибли. Оставшиеся дети в количестве 9 человек, обнаруженные после занятия села частями Красной Армии, скорее походили на живой скелет, чем на детей. За время оккупации в Калининской области убиты и замучены, погибли от голода и инфекционной болезни, не имели не менее 40 876 мирных граждан военных лет. Угнано в немецкое рабство 23 775 человек. Таким образом, общее количество граждан, пострадавших от последствий частичной оккупации в Калининской области немецко-фашистскими захватчиками, составляет не менее 64 651 человека. С учетом административно-территориальных изменений, общую сумму ущерба, причиненного оккупацией хозяйства и инфраструктуры Кировской области следует определить, как составляющей не менее 15 миллиардов 775 миллионов 587 тысяч 760 рублей. В переводе на современный курс рубля указанная сумма составляет на 1 марта 2024 года 15 триллионов 701 миллиард 805 миллионов 163 тысячи рублей. Согласно сведениям Центрального планка Российской Федерации о курсе доллара к российскому рублю, указанная сумма составляет на 1 марта 2024 года эквивалентна сумме 172 миллиарда 846 миллионов 847 тысяч долларов США. Стоимость золота составляла 35 долларов США, в годы войны оставалась низенькая. По состоянию на 1 марта 2024 года сумма причиненного материальным ущерба эквивалентна 85 миллионов 43 тысяч 599 золота тройских. Изложенная свидетельство о вселенаправленности и уничтожении населения СССР, освобождении жизненного пространства для немецкого населения, создание невыносимых условий для проживания на оккупированных территориях в цели последующего их занятия и подтверждается показаниями очевидцев событий и их родственникам, материалами уголовного дела, актами районных комиссий, архивными материалами, фотоматериалами, заключением эксперта, научного сотрудника Института Российской Академии Наук Дюкова. Таковы основные доводы и изложенные заявления прокурора. Слово предоставляется прокурору. Поддерживаю себя. Уважаемый суд, заявление поддерживаю в полном объеме. Необходимо сказать, что основная часть документов, фиксирующих факты злодеяния немецко-фашистских захватчиков, составлена в 1942-1944 годах в рамках деятельности областной и районных комиссий по установлению и расследованию таких злодеяний. Вместе с тем, имеются основания утверждать, что масштабы вышеуказанных потерь населения области не являются окончательными. В соответствии с подпунктом Б, пункта 2, статьи 6 Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге, далее по тексту Устав, МВД и Трибунал, убийство или исцезание военнопленных или лиц, находящихся в море, ограбление общественной или частной собственности, бессмысленное разрушение городов или деревень, разорение, неоправданное военной необходимостью, составляют военные преступления. Под пунктом ЦМ, пункта 2, статьи 6 Устава Международного военного трибунала установлено, что убийства, истребления, порабощения, ссылкам и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции трибунала, составляют преступления против человечности. Приговором Международного военного трибунала установлено, что в Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. В соответствии со статьей 1 Конвенции Организации Объединенных Наций о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности от 26 ноября 1968 года никакие сроки давности не применяются к военным преступлениям и преступлениям против человечности, как они определены в Уставе военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИП 1945 года и подтверждены резолюциями 3.1 от 13 февраля 1946 года и 95.1 от 11 декабря 1946 года Генеральной Ассамблеи ООН. Аналогичное положение установлено частью 5 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИП установлено, что убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза. Преступления против гражданского населения являются чудовищными. Это прямая речь. Согласно определению содержащемуся в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 8 декабря 1948 года признанному Международным судом ООН нормой обычного международного права обязательной для государств вне зависимости от участия в данной Конвенции действиями, совершаемыми с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу фиксирующих факты злодеяния немецко-фашистских захватчиков составлено в 1942-1944 годах в рамках деятельности областной и районных комиссий по установлению и расследованию таких злодеяний. Вместе с тем имеются основания утверждать, что масштабы вышеуказанных потерь населения области не являются окончательными. В соответствии с подкумтом B, пункта 2, ст. 6 Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге далее по тексту Устав, МВД и Трибунал убийство или исцезание военнопленных или лиц, находящихся в море ограбление общественной или частной собственности бессмысленное разрушение городов или деревень разорение неоправданной военной необходимостью составляют военные преступления. Под пунктом C, пункта 2, ст. 6 Устава Международного военного трибунала установлено, что убийство, истребление, порабощение, ссылкам и другие жестокости совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением подлежащим юрисдикции трибунала составляют преступления против человечности. Приговором МВД установлено, что в Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцам. В соответствии со статьей 1 Конвенции Организации Объединенных Наций о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности от 26 ноября 1968 года никакие сроки давности не применяются к военным преступлениям и преступлениям против человечности, как они определены в Уставе военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИП 1945 года и подтверждены резолюциями 3.1 от 13 февраля 1946 года и 95.1 от 11 декабря 1946 года Генеральной Ассамблеи ООН. Аналогичное положение установлено частью 5 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран ОСИП установлено, что убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза. Преступления против гражданского населения являются чудовищными. Это прямая речь. Согласно определению содержащемуся в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 8 декабря 1948 года, признанному Международным судом ООН нормой обычного международного права, обязательной для государств вне зависимости от участия в данной Конвенции, действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, убийство ее членов, причинение им серьезных телесных повреждений или умышленного или умственного расстройства, предумышленное создание для группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на его полное или частичное физическое уничтожение, признаются геноцидом. Элементом единого плана немецко-фашистских захватчиков и их пособников по истреблению славян и иных национальных и этнических групп, составляющих единый советский народ, являются установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Калининской, ныне Тверской области, сотрудниками германских оккупационных властей и их пособников. При этом содержащиеся в материалах Нюрнбергского международного военного трибунала фактологические доказательства, а также их правовая квалификация, безусловно позволяют говорить в широком плане о геноциде народа на оккупированных немцах в территориях Советского государства. Таким образом, совокупность изложенных фактов и обстоятельств свидетельствует о необходимости установления в судебном порядке юридического факта и признания преступлений, совершенных на территории Калининской, ныне Тверской области, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом народа Советского Союза. Отсутствие подобного решения значительно ограничивает права и интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе и переживали в связи с этим душевные страдания, значительно превышающие эмоциональное потрясение, которое неизбежно причиняется родственникам жертв серьезных нарушений прав человека, а также иных лиц, пострадавших в результате оккупации. В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. Часть 1 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Только при невозможности получения заявительным в ином порядке надлежащих документов, удоставляющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов. Статья 265 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Цель обращения прокурора в суд с заявлением – это признание вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской и ныне Тверской области в отношении не менее 64 651 советского гражданина, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходившими военную службу Красной Армии, вооруженных силах СССР, военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР. Признание факта этих преступлений является не только очевидным решением, вытекающим из основных юридических итогов Мюрбергского процесса, но и историческим долгом общества и государства перед участниками, ветеранами и жертвами войны, что непосредственно закреплено в федеральном законе от 19 мая 1995 года 80 ФЗ об увыковечении в памяти об увыковечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В то же время не все преступления немецко-фашистских захватчиков получили правовую оценку со стороны Международного военного трибунала. Не все служащие государственной тайной полиции, гестапо и тайной полевой полиции, немецкие военнослужащие и их пособники, совершавшие преступления против мирных граждан, установлены и осуждены. В свете строгой приверженности России и итогам деятельности Нюрнбергского военного трибунала, а также системной работы по противодействию и пересмотру истории и итогов Второй мировой войны в целом, затягивание юридического закрепления подобных фактов нарушает национальные интересы Российской Федерации и ослабляет ее позиции на международной арене. На протяжении длительного периода времени, прошедшего с окончания Второй мировой войны, не прекращаются попытки отрицания фактов исторических событий, вопреки приговору Нюрнбергского международного военного трибунала, даже в тех странах, народы которых пережили фашизм как собственную страницу истории, которые не имели шанса не только на развитие, но и на само существование в случае его победы. При этом игнорируется тот факт, что СССР был основной жертвой агрессии германского нацизма. Принимаются различные заявления, резолюции и законы, в которых вместо однозначного осуждения германского нацизма говорится о неких преступлениях тоталитарных режимов. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 22 марта 2023 года на пленарном заседании приняла заявление о геноциде народов Советского Союза, Германии и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В заявлении отмечается, что особенно цинично выглядят попытки сегодняшних властей Германии продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР, а также стремление переложить на нашу страну вину Германии за развязывание самого масштабного и кровавого конфликта в новейшей истории человечества. Власти Германии цинично уклоняются от любых шагов по увековечиванию памяти миллионов мирных советских граждан, ставших жертвами ее тотальной войны на Восточном фронте. Таким образом, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации принимает во внимание положение Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Устава и приговоры Нюрнбергского трибунала, Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 года, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности, от 26 ноября 1968 года, считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку указанным категориям преступлений, совершенным в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов властями Германии, ее вооруженными силами, включая войска СС, их пособниками, вооруженными подразделениями, сформированными на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и других государств, отдельными добровольцами из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии, а также предателями из числа жителей оккупированных территорий, присягнувшими на верность гитлеровскому режиму. Из жизни уходит поколение непосредственных свидетелей той трагедии, а массив литературы, посвященной рассмотрению и оценке мацистского оккупационного режима, в других странах неоднороден. Налицо и осознанная политика по избирательному подходу и последующей вольной интерпретации исторических фактов, имевших место в действительности, а также откровенной фальсификации событий предвоенной истории Европы и последовавшего затем мирового военного конфликта с целью размыть и обесценить итоги Второй мировой войны. Все это представляет прямую угрозу не только национальной безопасности Российской Федерации, но и европейскому сотрудничеству и международной стабильности. В связи с этим особое значение в противодействии таким деструктивным факторам приобретает сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, реабилитации и оправданию нацизма, героизации нацистских преступников, в том числе в странах Прибалтики и на Украине, привлечение внимания к вопросам о роли СССР в разгроме фашистской Германии и о понесенных советским народам жертвах и потерях. В соответствии с указом президента Российской Федерации 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года особая роль отводится вопросам укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Концепция федеральной целевой программы увековечения памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы, утвержденные распоряжением правительства Российской Федерации от 23 июля 2019 года номер 1637Р. Одним из шагов на пути укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации определено патриотическое воспитание граждан, необходимым элементом которого является достойное увековечения памяти погибших при защите Отечества. При таких обстоятельствах в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц, родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации жертвых оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, юридический факт признания установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных в период Великой Отечественной войны на территории Калининской, ныне Тверской области, нацистским оккупационным режимом в отношении мирного советского населения, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа, подлежит установлению судом. Изложенные в настоящем заявлении обстоятельства подтверждаются также документом, содержащим сведения, составляющих государственную тайну и имеющим гриф секретности, который имеет значение для определения юридически значимых обстоятельств для правильного разрешения судом гражданского дела. Данный документ направлен в суд, установленным законом в порядке по правилам секретного делопроизводства. Согласно абзацам 2 и 7 статьи 2 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года номер 54-58-1 о государственной тайне к ней относятся защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Гриф секретности – это реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, расставляемые на самом носителе или сопроводительной документации на него. В соответствии с пунктом 1, части 1 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданские дела, связанные с государственной тайной, в качестве суда первой инстанции рассматривают областные и равные им суды. На основании изложенного прошу признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1944 годах немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской, ныне Тверской области, в отношении не менее 64 651 советского гражданина, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходившими военную службу Красной Армии в вооруженных силах СССР. Военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Нюрнбергского мезуродного военного трибунала от 8 августа 1945 года и подтверждены резолюциями 3.1 от 13 февраля 1946 года и 95.1 от 11 декабря 1946 года Генеральной Ассамблеи ООН. Геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза, как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза Путина, изгнание и истребление его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцев. Благодарю за внимание. Логуты оставляться представители. Добро пожаловать в Казахстан! Продолжаемый суд, спинется правительство и государство перед участниками, ветеранами и жертвами Великой Отечественной войны. Данные положения закреплены в федеральном законе от 19 мая 1995 года, номер 80 ФСЗ, об лукавечении памяти, победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Указ президента от 18-го года, номер 204, о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года отводит особую роль в вопросном укреплении российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Концепция федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 19-е и 24-е годы», утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации, номер 1637-Р, определено, что одним из шагов на пути к укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан, необходимым элементом которого является достойно улетворечившей памяти погибших при защите Отечества. При таких обстоятельствах, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенных округов лиц, подлежит установление юридических фактов, признание установленных и вновь выявлено военных преступлений, преступлений против человечества, геноцида, совершенных в период Великой Отечественной войны на территории. В нынешний день данные процессы уже состоялись в 19 регионах Российской Федерации. Судебный процесс Турской области по счету является 20-м на территории Российской Федерации. Калининская, ныне именуемая Турская область, была частично оккупирована с октября 1941 по марта 1943 года. Дата окончания временной оккупации связаны с освободением города Белого войсками Красной Армии 10 марта 1943 года. Всего в границах современной Турской области оккупация была частично или полностью затронута 16 муниципалитетов. Территория Турской области в годы Великой Отечественной войны стала одной из территорий геноцида, проводимого нацистами и их пособниками против мирных советских граждан. Совершенные ими преступления определяются именно как геноцид в силу Конденсия о предупреждении преступления геноцида и наказания за него в 1948 года, а также 357 статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Многочисленные факты преступления подтверждают архивные документы, выявленные и опубликованные в рамках проекта без срока давности. Одержимые изверской злобой к советскому народу, к русской культуре и населению немецко-фашистские войска разрушили все, что было создано жителями Калинской области за годы существования всех деревень, поселков и городов и все, что было создано советским народом на протяжении прошедших годов. В результате преступных действий фашистских захватчиков на местах цветущих и благоустроенных парков, просторных и чистых домов, перед домах, передовых промышленных комплексов, зданий, строений и сооружений организации учреждения образовались черные, выгоревшие из отла руины. В самых первых дней преступления нацистов в Калинской области начались массовые казни веселого населения. Известны случаи, когда прямо на глазах матерей, жен и дочерей, мальчиков и стариков мучили, прокалывали спины, разбивая головы, нанося на лесу ножевые раны, после чего расстреливали разрывными полями. Во многих деревнях советских граждан публично расстреливали. Все зверства, творимые немецкими фашистскими захватчиками на территории Калинской области, представляли собой не отдельные акты агрессии войск противника, а определенную систему выработки на высшем командовании Бермахта с целью уничтожения всего советского народа путем осуществления жесточайшей расправы с мирным населением Советского Союза. Из тысячи подтверденных фактов о сочетании немецких фашистскими захватчиками и свеженно-отмердным населением Советского Союза можно привести следующий пример совершения нацистскими восстания преступления против мира и человечности. Немецкие войска силой выдворяли из своих домов женщин и матерей для работы и угоняли их в другие районы Ржава. Многим удавалось спрятаться, но возникала необходимость в воде, в еде. И когда ни в чем не паримые женщины выходили за водой, фашистские звери расстреливали их на улице прямо на глазах детей. Говалева Галина, ученица 4-го В-класса, стала свидетельницей уже растающих событий, происходивших во время оккупации Жена. Она видела, как убили сразу нескольких женщин. Среди была мама знакомого ей мальчика Вити. И когда Вити увидел, что его мама убита и лежит на улице, он за оплату подбежал к маме, но не успел. Он упал на камни по всей улице, убит и быстрый немецкого преступника. Наряду с лагерями для военнопленных в зоне оккупации гитлеровцы устраивали лагеря для гражданских лиц. Например, лагерь в деревне Брехово, Жевского района, куда согнарили около тысячи жителей в ближайших деревень. К приходу Советских гос, актива и голода, в лагере умерло 400 человек. А отступив павшие немцы, угнали с собой оставшихся взрослых. Детей до 14 лет, они заперли в амбаре. Мужчин, женщин и детей нацисты под угрозой оружия прогоняли через минные поля, в результате чего многие из них погибали. Чтобы замедлить наступление частей Красной Армии в Калининском броню 18 декабря 1941 года, нацисты согнали большое количество мирных граждан в деревню Максимовская, вблизи которой развернулись бои. Этими людьми солдаты вермахта пытались прикрыться как живым щитом, одновременно расстреливая безоруженных женщин, детей и стариков. И такой случай был не единственным. Обреченных нацистами на холодную и голодную смерть. И в результате в ряде районов выжженными оказались в территории целых сельсоветов. При выполнении приказов о массовом памяти загранили в картофельных хранилище около 110 толпой, облили горючим и подожгли. Но, слава богу, Красноармейцы успели спасти людей. Согласно этим материалам, в том числе в современных границах, за время нацистской оккупации погибло 40 876 мирных граждан, в рабство углино 23 775 человек. Память об этих событиях необходимо сохранить для всего общества и прежде всего для молодежи. приведет во время Великой Отечественной войны. Преступления, которые зафиксированы в документах, наглядно доказывают текущность нацизма и необходимость на отпущение. Другую считают, что это необходимо представить. И в каком порядке вы предлагаете необходимые нацисты? Спасибо, Ваша честь. Я хотел бы выявить подательство при общении к материалам дела объяснений свидетелей, ряда свидетелей, которые сего возраста не могут присутствовать очно на судебной процессе и огласить их показания. Да, я полагаю, необходимо перейти к изучению доказательств материала дела, опросам свидетелей и очевидцев, экспертов, в том числе посредством Великой Конференции. Если позволите. Хотел бы огласить ряд прояснений. Как я уже сказал, ряд очевидцев, которые сегодня проживают, в том числе на территории области, уже в преклонном возрасте, и в силу состоящее, представленные объяснения, которые были получены в ходе прокурорской проверки при подготовке искра. В записьмене Кравчука Вячеслава Едмитовича, что он родился в городе Желия и на момент начала войны в нем и находился. Зимой 1941 года немцы собирали пленных советских солдат, раздевали их, избивали прямая речь и вели вдоль реки Волги в бараке склады, которые в мирное время использовались для хранения хозяйственных вещей и зерна. Не были предназначены для проживания тем более зимой. В этих бараках и складах военнопленные умирали от голода, обморожения и холеры. На советской площади города Ржева стоял памятник Ленину, который протягивал руку вперед. Немцы для устрашения советского населения повесили на руке памятника Ленину одного из найденных партизан с табличкой на груди с немецкими словами. Опрошенная в ходе прокурорской проверки Смирнова Римма Ивановна, являющаяся очевидцем событий Великой Отечественной войны, в 94 года ей пояснила, что родилась в деревне Генгина Ржевского района, где и проживала с родителями в период оккупации. В 1941 году немцы приехали в деревню у населения, в том числе ее семьи, отбирали еду, ничего из пищи не оставляя, скотину, выселяли в подвале мирное население. Когда Басильевна, 33-го года рождения, следует, что в деревне Малахова, Малахова, Жевского района, мирное население расселили по подвалам и амбарам, отняли теплую одежду и продукты. Есть там было нечего. Зимой 1942 года деревню Малахова освободили советские солдаты и в деревне организовали госпитал. Когда немцы зимой 1942 года вновь заняли деревню, они расстреляли раненых советских солдат, мирное население, врачей о зданиях госпиталя взорвали. Оставшееся население повели в деревню Брехова Ржевского района и устроили концлагерь. Их расстелили в амбары, в которых земной было тяжело жить, не кормили, больных не лечили. Взрослое население сгоняли на работы. Многие умирали от голода, холода и истощения. Кроме того, письменные документы, имеющиеся в материалах Гилан, свидетельствуют о том, что немецко-фашистские захватчики в городе Калинин грабили, истязали и истребляли советских людей. После изгнания немцев из города были обнаружены трубы убитых и измученных советских граждан в подвалах, ямах и укрытиях. Так, уважаемый суд, я хотел бы обратить ваше внимание на справку начальника ОНКВД по Калининской области, находящуюся в томе 5, на листе дело 67, в соответствии с которой 5 января 1942 года в Калинине во дворе дома 25 по Вольной улице в двух погребах сгоревших сараев были обнаружены слегка зарытые трупы 10 мужчин и 3 женщин. Найденные трупы были изуродованы до неузнаваемости. Женщины и часть мужчин были задушены. У всех трупов раздроблены нижние и верхние челюсти тупым предметом. У 5 человек выколоты глаза. На кожных покровах грудных клеток у некоторых трупов имелись раны нанесенные острым режущим предметом. У 4 мужчин руки были связаны электрическим проводом. В том и 5 на листе дела 69,70 имеется рак комиссии составленной по результатам осмотра местонахождения немецкого карательного отряда СС в деревне Громовка Ленинского района из которого следует, что рядом со штабом в холодном амбаре с большими сквозными щелями немцы устроили камеру для задержанных в которой содержались советские граждане из соседних деревень подозреваемые в недовольстве фашистской власти или состоящие в родстве с руководителями или активистами района. Проводимые на допрос граждане независимо от возраста подвергались ужасным пылькам и унижениям, после чего замученные отводились в раздетые и боссы противотанковый рот, находящийся в 250 метрах от деревни Громовка, где после выкапывания для себя могилы расстреливались, а одежда убитых пригодной окно скидлилась среди палачей. Осмотр выродых из рва 24 трупов замученных советских граждан подтвердил чудовищное зверство фашистских палачей. У граждан были переломлены кости рук или вовсе вывернуты в локтевых и плечевых суставах, пальцы выломаны. У большинства женских трупов руки до локтей обожжены, а глаза выбиты. Из документа начальника ОНКВД по Калининской области о зверствах фашистов Калининской области том 5 Лездева 102 следует, что в ноябре 1941 года в деревне Бондаре Нелидовского района у одного из граждан была обнаружена винтовка. В связи с этим фашисты арестовали 8 мужчин этой деревни, заставили их лечь в снег, а затем облилили их в голову бензином и зажгли. После этого все 8 человек были расстреляны. После освобождения города Ставица около здания, где располагался учебный пункт районкомата в яме были обнаружены 83 трупа зверски замущенных немцами красноармейцев и командиров Красной Армии. Многие из трупов были голые, в некоторых вырезаны губы, отрублены руки, завязаны глаза. Из специального сообщения начальника Медновского районного отделения ОНКВД по Калининской области том 5 листы дела 147-148 следует, что высланное немцами мирное население из деревень Тутань, Тухинь, Кумардино, женщины, дети и старики были расхвартированы немцами по 10 семей в одном доме в деревне Степурино Емельяновского района. При отступлении 22-23 декабря 1941 года немцы зажгли деревню Скипурино, где в огне погибло много детей и стариков, а оставшиеся населения расстреливали из пулемета. В Завидовской районной комиссии установлено том 3 лист дела 70-й, что в ноябре 1941 года в поселке Завидово у немцев пропала пачка папирос, и этого оказалось достаточным, чтобы вломиться в дом гражданки Калягиной. Заподозрив в краже ребят, они заперли группу в 13 человек в холодное помещение и в течение нескольких дней подвергали пыткам и избиениям. Никакой пищи не давали, за исключением 150 грамм воды на всех. 30 ноября 1941 года пятерых из них посадили в кузов грузовой машины и увезли на расстрел. Троих мальчиков сбросили с автомашины, мчавшейся на полном ходу, а юноши комсомольцев Колю Карягина и Женю Суровцева расстреляли. На телах измученных остались следы свинцовых перчаток, Коле выбили глаз, сорвали нос, разбили череп. Калининской районной комиссии установлено том 3 или сдела 70-й, что в деревне Рубцова Моркино-Городищенского сельского совета фашистские изверги сожгли трех грудных детей. 9-месячного ребенка гражданки Козловой, 7-месячного ребенка гражданки Цветковой и раненого 9-месячного ребенка гражданки Глуховой. При отступлении немцы сжигали целые населенные пункты, ломали дома, рамы и печи, уничтожали все, нещеда мирное беззащитное население, которое оставалось без средств к существованию. Ваше честь благодарю за внимание. Обтверждается возрастом с состоянием здоровья, отсутствием возможностей для рассмотрения дела. С гражданами просто рассмотреть дела без их участия. А также предложены прокурором порядок исследований, доказательств исследований, письменных материалов дела, в том числе тех документов, на которые ссылался прокурор в своем объяснении прослушивания свидетелей специалистов. Мы поддерживаем полностью прокурором. Мы полагаем возможным рассмотреть его в отсутствие свидетелей, которые не имеют возможности имеются с обращением показаний и в дальнейшем код исследования по делу предложено прокурором. Встречаясь на власти, выслушав мнение в участвующем деле определил благотворительное заявленное доказательство с учетом возраста и состояния здоровья Кравчука, Кирсова, Смирновой, рассмотреть дело в их отсутствие, приобщить материалом дела представленные документы и определить порядок исследованных доказательств предложенных прокурором. С каких документов о мнении прокурора следует начать соглашение в том, Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok